Валерий Антонович расскажет, как сегодня прошел суд против прокуратуры по нашему митингу 27 октября. Мы считаем, что прокуратура выносила незаконные предостережения. И вот сегодня был суд, судья взяла перерыв, и сейчас Валерий Антонович нам расскажет, как там все происходило. Я сам не был, сегодня только из Москвы приехал, поэтому саму интересно послушать. Давайте включаем Валерия Антоновича. Все? Да, можете говорить. Аминь, здравствуйте. ИС был подан мною при помощи саналов Бушейна. Мы подали административный иск, чтобы признать предостережение прокурора Нагина, предостережение перед митингом 27 числа, в котором он писал о том, что мы проводим несанкционированный, незаконный митинг. И сегодня, во время слушания дела, был его представитель, сам Нагин, конечно, не пришел, они так делают, его представитель, сотрудник прокуратуры по имени Вадим, и вот когда началось слушание, когда стали знакомиться с документами, выяснилась очень любопытная деталь. Предостережение мне было вынесено 22 числа, первое предостережение. А второе мне предостережение, как организатору митинга, привезли домой после 18 часов 26 числа в субботу. И вот в этом предостережении как раз было написано о том, что мы проводим несанкционированный, несогласованный митинг. Как вы, если кто не помнит, то я напомню, что мое уведомление было подано 15 октября, на митинг 27 октября. 18 октября представители мэрии, я их буду так называть, написали мне ответ, в котором не содержалось никаких предложений, кроме того, что меня предупреждали о том, что площадь, составляет вот эта площадь, на которой проводится митинг, составляет 5200 квадратных метров, и что половина площади занята вот этими автоматами, этими игровыми каруселями и качелями, да. Я с этим не согласился, в ответ написал, что это не является причиной для отказа в согласовании. И федеральный закон именно это говорит. Но не успокоился на этом и подал в суд. Судья Элистинского городского суда, как вы знаете, Корвенова удовлетворила мой иск и признала вот это письмо мэрии незаконным, неправильным. Потому что нет такого вообще понятия в федеральном законе отказывать проведение митинга только на том основании, что там установлены какие-то качели-карусели, тем более, что это единственное место в Элисте, которое предназначено именно для политических мероприятий, для общественно-политических мероприятий. Суд в городском суде был 23 октября, то есть за 4 дня до митинга. А 25 октября, в пятницу, за 2 дня до митинга, Верховный суд Калмыкии отменил решение Корвеновой. Просто отменил решение Корвеновой без комментариев. Но в мотивировочной части и во время самого суда было подчеркнуто, что письмо мэрии не содержит законных оснований для отказа в проведении митинга. Это было подчеркнуто. При этом сами участники процесса, представители мэрии, два юриста, говорили, что они не отказывали в согласовании, и они не отказывали в проведении митинга. И это было закреплено в апелляционном определении Верховного суда. Там целых два абзаца об этом говорится. 26-го, как я говорю, в субботу мне принесли предостережение прокурора города, в котором черному по белому было написано в одном из абзацев, по-моему, в четвертом, что мы проводим несанкционированный, не нарушающий закон митинг. Но тем не менее мы митинг провели, и вот сейчас возбуждается административное производство в отношении меня как организатора, и, вероятно, будет возбуждать административное производство в отношении многих участников, активистов. И чтобы избежать этого, мы с Аналом, так сказать, нанесли ответный удар и организовали вот этот административный иск против вот этого предостережения прокурора города Элисты. Так вот, теперь вернемся к тому, что предостережение мне принесли 26-го, и в тексте предостережения есть вот эти слова о том, что мы проводим митинг незаконный, несанкционированный. Когда я спросил у представителя прокуратуры, почему, вернее, Санал спросил, а я дополнил, почему вы это написали? И судья, кстати говоря, спросил, а почему вы это написали? Он говорит, мы написали его, опираясь на апелляционное решение. Но нонсенс и вообще цинизм ситуации с их стороны вот в чем. 25-го, когда завершился суд, председательствующий сказал, Судья Верховного Суда Панасенко сказал, мы зачитываем вам только результивную часть, а полное решение суда будет готово 26-го в субботу, а получите вы его, то есть я, в понедельник, потому что 26-го нерабочий день. Как оно попало, вот это определение прокурору города Элисты, который не был участником процесса, понимаете? Обычно суд рассылает свои решения и определения только участникам процесса. Участниками процесса были со стороны мэрии, со стороны администрации два юриста, Циденов и Тюремжиев, по-моему, его фамилия, а с нашей стороны я и Семен Николаевич Атеев. Прокурора там не было. И вот в суде теперь, сегодня, этот представитель прокурора говорит, что они изучали вот это определение. И естественно у нас возник вопрос, каким образом оно к вам попало? И почему вы его читали так невнимательно? Конечно, оно попало к вам незаконно, абсолютно незаконно. По этому поводу я намерен написать письмо в квалификационную коллегию судей Российской Федерации. Почему так поступают? Почему нарушают процессуальные нормы сами судьи Верховного Суда? Почему отдают определение лицам или стороне, которые не являются участниками процесса? И когда вот до этого дошло, когда обострилась вот эта ситуация, судья сама объявила перерыв, и она сама теперь хочет истребовать какие-то документы, и хочет внимательно изучить все это дело. Кстати, как мы ее и просили санава. Мы ее просили, но нужно изучить это дело очень внимательно, всесторонне. Есть такое понятие. Чтобы суд вынес законное, обоснованное решение, он должен дело изучить всесторонне и непредвзято. И вот теперь суд перенесен на пятое число, то есть на послезавтра. И послезавтра мы там встретимся и будем уже обсуждать с этой уже точки, с этой точки. Ну, на той точке, где мы остановились. А я говорю всем, чтобы все знали, и пусть об этом знают судьи, пусть об этом знает прокурор, что в данном случае, на мой взгляд, во всяком случае, из того, что я услышал в суде, из того, что услышал суд, из того, что сказал представитель прокуратуры, явно нарушены процессуальные нормы. Понимаете? Явно нарушен процессуальный закон Российской Федерации. Что недопустимо вообще. Особенно со стороны прокуратуры, со стороны надзорного органа. Прокуратура у нас, как во всем мире, надзорный орган. Это орган, который надзирает над законностью. Они именно, прокуроры, надзирают на тем, чтобы закон выполнялся всеми, без исключения и повсеместно, на территории Российской Федерации. Вот это я хочу донести до всех наших сторонников, чтобы все знали. Ну и суд 5-го числа посмотрим, чем закончится. 5-го во сколько и кто судья, может быть? 5-го судья, та же Семенова, в 16 часов, в Ястинском городском суде.